В продолжении выпуска Forbes Digest, как миллиардеры воспитывают своих детей, полное интервью с наследником, сыном миллиардера Араза Агаларова, Эмином. Эмин Агаларов, первый вице-президент Крокус Групп, музыкант, сын миллиардера Араза Агаларова, номер 52 в списке Forbes, состояние 1,9 миллиардов долларов. Эмин воспитывает четверг детей от разных браков, сыновей и близнецов Арии Микаила и дочерей Амину и Афину. Эмин, здравствуй. Здравствуйте. Наша сегодняшняя тема касается воспитания детей, как бизнесмены, миллиардеры воспитывают детей. У тебя есть ответ на этот вопрос? Во-первых, я не миллиардер. Во-вторых, нету формулы успеха. Мне кажется, что для каждого состоятельного человека это всегда такая задача достаточно сложная, потому что, естественно, дети с раннего возраста живут в каком-то определенном достатке, им достаточно многое дозволено, и ограничивать их становится достаточно непросто. Я в своем случае превращаю это всегда в какой-то такой, в игровой форме. Я стараюсь объяснить, что для того, чтобы ты хочешь там, он говорит, пап, загрузи мне на телефон 20 долларов или 500 рублей, купить кристаллы для какой-то игры. Я говорю, окей, без проблем, но имею в виду, у тебя бюджет есть ежемесячно, ты должен контролировать, если я тебе сегодня их выгружу все, то ты потом две недели ничего не получишь. А вообще, чтобы я это сделал, ты должен выплатить какое-то задание. А задание я придумаю, либо это что-то связано с уроками или школой, или похуданием, или соблюдением здорового питания. То есть, ну, вот как-то приучаю к тому, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. Не уверен, что это сработает, но у меня есть желание поставить своих детей в те же обстоятельства, в которых в какой-то момент находился я в детстве, потому что я совершенно четко и рано понимал, что для того, чтобы у тебя что-то было, нужно этого добиваться. И тебе никто этого не предоставит, в том числе и состоятельные родители. А какой у них бюджет? Это то есть свободные деньги у них в распоряжении? То есть ты даешь им некую свободу в этом? Или у них они все время просят у тебя какую-то сумму денег на игру или на что-то? У них есть день, который загружаются им на игры. Это какие-то небольшие цифры. И мне кажется, все дети этим как-то увлекаются гаджетами, и там надо покупать какие-то кристаллы, чтобы продвинуться куда-то в своей игре. А параллельно у них есть, естественно, карманные деньги, но это тоже очень такие минимальные суммы. Я вообще считаю, что у детей не должно быть лишних денег, потому что непонятно на что они их тратят. И важно их всячески ограничивать, чтобы ты мог контролировать, что в их жизни происходит. Тебя отец также воспитывал? Да. Он был строг с тобой. Может, есть какие-то три правила Араза Агаларова, которые он тебе четко поставил? Мне кажется, это было не совсем сознательно, но отец совершенно точно боялся давать мне денег, потому что он понимал, что я их потрачу не на то, что надо. А первые, которые я зарабатывал в возрасте 11-12 лет, путем мытья стекол на Садовом кольце, тут же уходили на сигареты и пиво. Поэтому очень рано мне перестали давать деньги. И в чем мне и повезло, потому что это подстегнуло меня к тому, что я что-то хотел с ранних лет зарабатывать. И все получилось. Ты был таким настоящим стереотипным представителем золотой молодежи, или нет? Как ты считаешь? Я уверен, что нет. Просто по той причине, что у меня никогда не было денег. А в твоем окружении с кем ты дружил? Что это были за ребята? Это тоже дети из состоятельных семей? Это были абсолютно разные дети. И в основном это те люди, с кем я вырос. И я с ними дружу до сих пор. Интересно, они очень разные. Это были дети творческих людей, и состоятельных, а также абсолютно несостоятельных. То есть и мой круг общения за 30 лет, в принципе, не поменялся. Вы с отцом сейчас друзья или партнеры? Мы и друзья, и партнеры. Как это совмещается? То есть вы разделяете как-то это? В рабочем порядке. В рабочем порядке. А был такой период, что вы с ним ссорились? Этот знаменитый конфликт отцов и детей в каком-то переходном возрасте. Как он тебя направил правильно? То есть наверняка ты просил у него деньги как-то себе неправильно. Может, ты вёл этот переходный период по-любому был. Ну, мне кажется, он был. В этот переходный период у отца было главное опасение, что я стану бездельником и лентяем. Но я думаю, что достаточно быстро он убедился в том, что, наверное, этого со мной не случится. А сложности в отношениях, конечно, отцов и детей бывают. Но их надо как-то пытаться преодолевать. Это тоже нормально. Такая эволюция. Ты учился в США, а там, как известно, 18 лет, когда ребёнок вырастает, его отправляют на все четыре стороны. Это вполне нормально, что он не идёт потом в университет, а сразу идёт работать. У нас в стране немного по-другому существует модель. Какая тебе ближе? И как ты будешь действовать, когда подойдёт возраст твоих детей? В моём случае меня обязали родители таким обременением закончить университет и вообще в него поступить, потому что я, естественно, не хотел этого делать. Я хотел работать. У меня уже был маленький бизнес, и я как бы хотел посвятить всё в своё время этому. Я как бы выполнил просьбу и не жалею. Естественно, образование имеет огромное значение. И когда ты молод, ты, естественно, этого не понимаешь. Формула мне ближе, конечно. Родители должны присутствовать в жизни своих детей. Это хорошо и для родителей, и для детей. И всё равно это такая семейственность, мне кажется, она имеет огромный жизненный смысл. А со скольки лет ты стал себя сам обеспечивать? Ну, полноценно. Прямо обеспечивать, обеспечивать, наверное, лет с 20. Как ты избежал от попадания в слабости, которые часто бывают у детей из обеспеченных семей? Я говорю не только о каких-то вредных привычках, вроде алкоголя или наркотиках. Просто о том, что дети из обеспеченных семей часто не мотивированы. То есть у них нет мотивации что-то делать и именно развиваться. Это связано с тем, что ты говорил, у тебя не было денег, или что-то ещё. Это главное было, мне кажется, мотиватором для меня, потому что я жил в обеспеченной семье при полном отсутствии денег, собственных, как бы карманных, если можно так называть. То есть я даже не мог заправить машину или пригласить девушку на свидание, или купить себе обед в школе. Потому что просто деньги мне давали столько сочетать тогда, когда я подойду и их попрошу. А когда ты уже вроде и переходный возраст у тебя прошел, а ты вроде уже себя считаешь таким маленьким мужчиной, как бы стыдно прийти к маме или к папе и сказать, что можете мне дать 20 долларов. Когда ты понимаешь, что ты реально можешь пойти устроиться на работу и заработать. И то, что я и сделал, в принципе. И это было главным мотиватором на последующие лет 15 для меня. Это обрести финансовую возможность ни в чем себе не отказывать. Не, естественно, вовлекая в этот процесс своих родителей. Ты сейчас уже обрел эту возможность, нечего, чтобы не отказывать? Обрел и счастлив. И дорожу этой возможностью и хочу сделать все, чтобы она только увеличилась. Потому что когда ты говоришь о возможностях, люди думают купить машину или дорогие часы. Те, кто этим увлекается, это становится неинтересно после покупки. То есть, когда ты можешь себе купить любую машину, тебе, в принципе, эта тема уже неинтересна. Поэтому, когда я говорю о возможностях, это возможность реализовывать свои проекты. То есть, то, что ты придумываешь. Вот я хочу построить небоскреб в море. На это нужно миллиард долларов. У меня нет такой возможности. Но я хочу обрести эту возможность. Поэтому твои вот эти потребности и желания, они только увеличиваются в количестве и в объеме. В интервью ты говорил, что у отца не было столько времени на тебя. Я имею в виду личного, чтобы там вместе играть в футбол. Ты пытаешься это компенсировать со своими детьми, проводишь с ними больше личного времени. Ну, такой вопрос. Возможно ли получить хорошее образование, но не такое большое воспитание семье, чтобы вырасти предпринимателем, другим успешным человеком? Или это должно как-то совмещаться и воспитание в семье, и воспитание в школе? Мне кажется, это такой процесс неконтролируемый. То есть неизвестно, кем захочет стать твой ребенок. То есть ты можешь заставить его стать предпринимателем, если, во-первых, а, ему это не нравится, неинтересно, а, б, он вообще, у него нет этого мышления. Ведь это требует определенное такое вот мышление, что вот ты построил, продал, купил, что-то улучшил, перепродал, заработал, заложил, взял в долг, деньги под проценты, на эти деньги что-то сделал, выплатил проценты, что-то заработал. То есть этот процесс не все, ну, это как не всем суждено быть врачом, или не каждый может петь, не каждый может рисовать, вот не каждый может заниматься бизнесом. Поэтому заставлять человека это делать, если ему это, как бы, неинтересно, ему это не дано, бессмысленно, лучше пусть он займется тем, где он сможет добиться успеха, пусть он станет художником, если это то, в чем он, как бы, может реализоваться, или, там, доктором. Поэтому я здесь не против того, чтобы склонять человека, реализовываться в том, что не нужно ему. А к воспитанию сыновей и дочерей у тебя совершенно разный подход? Да, совершенно разный. У девочки, мне кажется, я ничего не требую, а у мальчика я требую какую-то ответственность, понимание, и, ну, какие-то мужские качества, которые мне хочется выработать, передать те мужские качества, которые я перенял, может быть, у своего отца. Мне бы хотелось, чтобы мои дети переняли и у моего отца, то есть у их дедушки и у меня, потому что это им в жизни поможет. А какие ты делаешь детям санкции, если они в чем-то провинились? Это нравоучительная беседа или это штраф какой-нибудь? Это обязательно беседа, и самое действенное – это лишение гаджетов. Мне кажется, в современном мире для детей хуже-то для них ничего придумать не можешь. А они с самыми детствами пользуются? Вот у Билл Гейтса, кстати, до 14 лет запрещают. Ну, они с раннего возраста пользуются. Как ты думаешь, что это вредит вообще? Я не могу это определить. Это знаете, как при изобретении любого нового препарата, неважно, электронные сигареты, последствия вреда мы можем определить через 30 лет только путем тестирования. Поэтому гаджеты появились недавно, и сегодня я не думаю, что есть человек на планете, который реально может сказать, здесь больше добра или зла сделано тем, что дети пользуются раннего возраста. Может, они от этого будут умнее нас потом и быстрее мыслить и реализовываться во всех своих начинаниях. А может быть, это именно вредит. Никто не знает, поэтому мне трудно сказать, это хорошо или плохо. Но должен быть баланс. Ребенок не должен 10 часов в день сидеть в гаджете. Ты как проводил свое детство? Какой у тебя был досуг? В лет 10-12? 10-12 лет. Ну, досуг был, естественно, прогулять школу, лазить по крышам, попадать в милицию. И вот у меня вот так проходило детство. И я не знаю, почему это так, но геодетически, видимо, передалось, потому что у меня у отца было такое же детство. И сигареты, и все. Но, может быть, поэтому интерес к этому всему с возрастом прошел. То есть у меня это все прошло рано. Мы сейчас находимся в Агаларов Эстейте, и здесь охрана, безопасность тотальная от одного КПП до другого, посты, везде проверяют. Я как понимаю, твои ребята тут растут, и эти условия, но они очень не похожи на такую, как ты говорил, приземленную среду. Что ты будешь этим делать? Отправишь за границу? Ну, во-первых, дети, на самом деле, живут в Баку, хотя у них там похожие условия, но ходят в обычные школы, правда, две разные школы. И ключ к успеху, как мне кажется, это дать им возможность общаться с абсолютно нормальной средой, с верстников. И таким образом они потихонечку, как мне кажется, впитывают нормальную жизнь. Но для нас это неизбежно, потому что любой ребенок, как я, когда был ребенком, являлся неким зоной риска для отца, потому что тебя могут украсть, тебя могут просить выкуп. Естественно, ты хочешь уберечь своих детей от того же самого, потому что сегодня никто от этого не застрахован. И такая легкая добыча для людей, которые ищут обогатиться, путь к обогащению. Были какие-то прецеденты, какие-то... В моем детстве, да, были. Меня не воровали, да, меня не воровали, но приходили в школу, там что-то помогали, какие-то люди там ножи прикладывали ко мне. Поэтому меня и отправили отсюда учиться за границу. Но совершенно точно своих детей ты хочешь от этого уберечь. А как твой отец реагировал на это? Ну, у меня был случай, когда пришли такие большие ребята в школу, у меня было лет 11-12, сказали, что, в общем, было как раз конец недели, по-моему, выходные, и в понедельник я должен был принести им какие-то деньги. Деньги? Деньги, да. Я очень боялся сказать об этом родителям, естественно, я ничего не говорил, не говорил, не говорил. Почему? Не знаю, как-то вот мне это было сложно. Потом они пришли, естественно, я денег не принес, припугнули меня еще больше, потому что уже было какое-то там холодное оружие задействовано и так далее. И я уже понял, что мне придется об этом рассказать. И я тогда утром отцу сказал, что папа, вот есть такая ситуация, ко мне в школу пришли, сказали, надо присиди. Я не знаю, что мне делать. Он говорит, ничего, иди в школу, все нормально. Я сейчас вспомнил, я смотрел, когда готовился к интервью фильма, который ты делал ему на день рождения, мы сейчас покажем кусочек. Пашенька, нам нужен труп, позаботься об этом. Как грезного отца, да. Это было примерно так. Я говорю, как я пойду в школу, меня могут зарезать, папа говорит, не переживай, просто иди в школу, как обычно. И я пошел в школу, и все было нормально. Слушай, еще такая актуальная тема, скорее для родителей, которые посмотрят это видео. У тебя дети от разных браков, как ты делишь между ними внимание, они все растут друзьями. Это такая сложная история для многих людей в современном мире. Ты как с этим решаешь этот вопрос? Я совершенно точно считаю, что дети должны все дружить и общаться, и быть одной большой семьей. И я все для этого делаю. Мне кажется, дети отвечают какой-то тоже взаимностью на это. И мне кажется, и опять же, я смогу об этом узнать точно о результате проведенной работы только после того, как они вырастут, и смогут реально мне прийти и сказать, что вот папа, вот здесь было не совсем правильно, а вот здесь было, например, супер круто. То есть только когда они вырастут. Но я делаю все, чтобы все были вместе, вместе отдыхали, вместе проводили время, вместе завтрак, ужинали, обедали, вместе занимались спортом. И все мамы тоже в этом, как мне кажется, с удовольствием принимают участие. В школу их, из школы забираешь? Когда-нибудь? Ну, мои сыновья сейчас учатся в Баку, поэтому очень редко мне удается там отвезти или забрать их со школы. Но совершенно точно, когда я приезжаю в Баку, я стараюсь избавиться от дел. И летаю я каждые там 10 дней примерно, каждую неделю, каждые 12 дней, как получается. Но делаю это постоянно и хочу быть частью жизни своих детей. Они смотрят твои клипы? Смотрят, обсуждают, что-то комментируют. Что-то мы обсуждаем, разговариваем. Не предлагают никакие фиты там, может быть, с рейберами какими-нибудь? Сын мне сказал, пап, а когда ты выпустишь какую-нибудь крутую песню, как у Эл-Джей? Вот. Я говорю, скорее всего, никогда. Почему? Ну, немножко стиль для меня слишком свежий и молодой. Мне кажется, что я уже слишком стар для этой музыки. Господи, давай тогда такой, может быть, небольшой совет. Твое все-таки наставление родителям. Что надо делать, чтобы воспитать своего сына не мажором, чтобы он что-то делал. И не залюбить его. У тебя есть какие-то там... Ну, мне самому трудно давать какие-то советы. Но я из собственного опыта могу сказать, что совершенно точно детей надо любить, их надо уважать. С ними надо считаться и разговаривать. Это очень важно. И все ситуации, которые вам не нравятся, их нужно проговаривать. И как бы просто наказать ребенка, когда он не понимает, за что это было сделано, ну, как-то это неэффективно, как мне кажется. Нельзя применять силу к детям, я считаю. А главное, если говорить о мажорстве, если даже какой-то маленький намек в моем детстве, хотя я не помню, чтобы он был, но если он был, я знаю, что отец, ему бы это очень сильно не понравилось. А мне очень не хотелось всегда в детстве делать те вещи, а я отца всегда очень сильно уважал и уважаю до сих пор, которые могут его разочаровать. Поэтому я опасался совершить поступок, особенно какой-то мажорный, потому что я понимал, что он вызовет у моего отца, ну, такую даже, может быть, ненависть ко мне. Потому что я знал, что... Это страх был какой-то. Да, реагирует на это очень, да, плохо. И я тоже, если в своих детях вижу что-то, что, ну, какой-то легкий намек на то, что они хотят как-то вот показать какой-то достаток или, может быть, там... Бренды, там, я не знаю, что-то такое. Да, я стараюсь пока им объяснять и собственным примером, и вообще, в принципе, что это, во-первых, неправильно, во-вторых, это некрасиво, потому что не у всех есть такая возможность показывать это и демонстрировать, не заработав ни копейки самостоятельно, только потому что чей-то сын, внук или родственник, это очень неправильно. Поэтому вот с мажорством нужно, мне кажется, бороться именно так и объяснять, и дети, они очень разумные, они очень это хорошо понимают. А собственный пример всегда самое действенное. Мы выпустили рейтинг в августе 40 до 40 звезд шоу-бизнеса, спорт, блогеров, ты занял там 23 место, доход 3,5 миллиона долларов от артистической деятельности. Это правда так? То есть можешь прокомментировать эту цифру примерно? Ну, примерно, я, честно говоря, в нее не вдумывался так детально, но, наверное, она примерно совпадает с реальными музыкальными доходами, потому что у меня часто они путаются в моей же голове. Но в прошлом году действительно я дал очень много концертов, достаточное количество корпоративов, где я стою достаточно дорого. Ну и продал много музыки, монетизировал очень много через свой же лейбл Jara Music. Поэтому, да, ответ, да, действительно, я заработал там сколько-то миллионов долларов в своей артистической деятельности. Но это моя не основная деятельность, поэтому есть еще и другая, которая является не менее успешной. Ты можешь описать портрет своей целевой аудитории? Могу попробовать. Наверное, это люди от шести лет, даже вот пяти, наверное, до семидесяти пяти, которые увлечены красивой музыкой, черпают положительную энергию через искренне написанные песни. И на шестьдесят восемь процентов это женщина. Ну ты вот дружишь со всем российским шоу-бизнесом, такое создает впечатление. Это миф или нет, то, что нет дружбы внутри российского шоу-бизнеса, то, что это такой сергендарий? Это миф. Дружба есть везде, если люди умеют дружить. И у меня действительно есть друзья в шоу-бизнесе, которым я и доверяю, и доверяю какие-то секретные вещи, и понимаю, что они меня не способны предать. Поэтому дружба совершенно точно существует. А действительно общаюсь я со всем шоу-бизнесом. Мало того, я делаю много проектов, которые вовлекают всех участников шоу-бизнеса, такие как фестиваль «Жара» в Баку, который мы видим на Первом канале каждый год. — Филипп Киркоров недавно вдохновил свою карьеру новый виток такого рэп-поп-мьюзик. Ты не планируешь сделать что-нибудь похожее? — Планирую и делаю, потому что вот сейчас у меня выйдет несколько коллабораций с молодыми артистами, как раз с лейбла «Жара». И первый из них будет мой партнер по лейблу «Артист Бахти», который в свое время, кстати, написал для меня большой хит «Сбежим Баку». — А как ты вообще относишься к рэперам, к блогерам? Они составляете конкуренцию, может быть? — Ни в коем случае не конкуренцию. Я к ним отношусь прекрасно и считаю, что как раз наступило их время молодых музыкантов. И для этого я и создал лейбл и молодежную радиостанцию, потому что я верю в то, что будущее шоу-бизнеса как раз находится вот в их руках. Потому что артисты моего возраста, они уже потихонечку, мы так уже на пенсию скоро пойдем, а молодежь будет зажигать последующие 20 лет. — Год назад ты говорил, что каждый утро проверяешь финансовые отчеты, ничего не изменилось? — Нет. — До сих пор, то есть... — До сих пор. — Окей. В принципе, я думаю, это все наши вопросы на сегодня. Спасибо большое, Эмин. — Спасибо вам. — Спасибо большое. 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 Продолжение следует...